Елец-Лазовка. Ранее Елецкая Лазовка. Село Хлевинского района Липецкой области. Центр Елец-Лазовского сельсовета. Существование села подтверждено документально на карте селения, имевшихся к 1682 по 1703 годы. Но сколько десятков, а может и сотен лет существовало оно, пока построили церкви-часовни, неизвестно. В 70-х годах в Елец-Лазовской средней школе был альбом «История села Елец-Лазовка» под редакцией Горлова Кузьмы Емельяновича, учителя истории. В 70-х годах в Елец-Лазовской средней школе был альбом «История села Елец-Лазовка» под редакцией Горлова Кузьмы Емельяновича, учителя истории. В альбоме была запись о том, что истоки села своими корнями уходят во времена монголо-татарского иго, когда места наши имели густые леса, непроходимые для монгольской конницы, а в урочище Кульма располагался сторожевой монгольский пост. Да и слово «кульма» монгольское «кюль-ме», что означает «застава». Село Елец-Лазовка находится на расстоянии 50 км от областного центра и 12 км от районного центра села Хлебное. Общая площадь сельского поселения Елец-Лазовский сельсовет составляет 5351 гектар. Храничит с Малининским сельским поселением, Хлебенским сельским поселением, Новодубовским сельским поселением, Воробьевским сельским поселением. Село возникло во второй половине XVII века. Вначале это была просто деревня Лазовка, без церкви. Основанная деревня была выходцами из города Ельца. Лазовка располагалась гораздо южнее, чем уездный город Елец, на противоположной стороне реки Дон, то есть ближе к степной территории. Название деревни по пересохшей ныне речке Лазовки, правом притоке реки Воронеж, подавшим в нее у села Курино, с противоположной стороны от левого притока реки Боровицы. Речка Лазовка предположительно получила свое название от зарослей лозы, лозины, некоторые из названий дерева Ивы. В настоящее время в рельефе местности хорошо просматривается большой лох на всей территории села, называемый Казенный лох. Он представляет собой древнее высохшее русло этой речки. Коренные лазовцы в большинстве своем занимались ремеслом, земледелием, скотоводством. Постепенно по мере возделывания местности проживания лесные массивы уменьшались, и так на краю деревни образовалось место общественного пользования – Выгон, территория современной улицы Выгонская Буторина. Здесь и была построена первая деревянная святофеденская церковь, и определено место погребения – первое сельское кладбище. Деревня стала селом, а позже у села появилась приставка Елецкая по Елецкому уезду, в которое село продолжало входить до 1779 года. По записям первого краеведа села Ларина Ахэ, с приходом в село богатой дворянской семьи началось отселение коренных жителей на правый берег Казенного лога. Так появились улицы Стубли, Лядная, Ходоковка. Дворянская усадьба занимала самое возвышенное место. Сейчас прямо на этом месте находится новая сельская школа. Для обслуживания своего быта дворяне выписывали из задонской ельца крепостных мастеров, сапожников, швей, пекарей, портных, и расселяли их к его востоку от своей усадьбы. Так возникла улица Дворянка. Дворовые крепостные отличались от проживающих ранее в селе коренных жителей тем, что говорили с ударением на «о», одевались по городскому в сапоги и пальто. Земледелием они не занимались. По данным переписи 1859 года в селе было 325 дворов и 1906 жителей. Земли сельчанам не хватало. Земельный передел производили через 15-20 лет, и все родившиеся в этот период, так же, как и женщины, оставались безземельными. На мужскую душу в Елецелозовке нарезались по полторы десятины. Вообще Елецелозовка считалась селом малоземельным. Со своих наделов Еле сводили концы с концами полгода. В остальное время жили ремеслом, отходничеством и подработками у своей Байрони, сахарозаводчика Горденина и в других местах. Первое сельское учебное заведение своими историческими корнями уходит в 1860 год, когда на территории села была открыта школа для детей имущего и духовного сословия в количестве 12 человек. Строительство нового кирпичного храма позволило развивать массовое производство кирпича. В 1880 году в селе появились кирпичные избы, начался усиленный обмен товарами. На всю округу славилась проводимая дважды в год лозовская ярмарка. В это время у лозовцев появились самовары, избы стали крыть черепицей и даже железом. Печи стали строить по-белому, с дымоходом. Пахали жители деревянными сахами, баранили плетеные из хвороста бараной. Сеяли вручную, жали серпами только женщины. Молотили цепами, веяли зерно на ветру деревянной лопатой, мололи зерно на ручных жерновах или на мельницах-ветряках. До начала 20 века мельниц в селе было мало, а к 1905 году по записи в переписных книгах уже 20 мельниц и два кирпичных завода. В начале 20 века барыня Хмырова Варвара Павловна разорилась. С сельскими работниками она расплачивалась продукцией. Яблоки в саду снимали из десятой части, подсолнухи молотили шесть дней за меру проса. Чтобы работницы меньше ели яблок и грызли семечек, барыня заставляла петь песни. Дворовые крестьяне вплоть до 1917 года оставались безземельными. Отсеившись, оставив подростков и баб хозяйствовать, уходили мужики с весны и до самых морозов, далеко на юг, в Донские Казачьи Степи. Сначала ходили на покос. Когда началась добыча угля на шахтах, лозовские мужики приспособились подрабатывать там. Немало сохранилось в селе шахтерских ламп. Шахтеров считали в селе грамотными, городскими. К ним прислушивались, с их мнением считались. Оттуда с юга пришла в село гармошка. Первые гармошки были маленькие, не больше детской гармонии. Меха были окрашены в яркие цвета, красной, зеленой. В клавиатуре было всего несколько звугов, и на ней исполнялись несложные мелодии. Одевались в селе в домотканные рубахи и полосатые порты. Женщины в кофты, юбки по праздникам, цветные костюмы или полосатые цветные юбки. Фартуков в елецкой лозовке в праздники поверх костюма не одевали, как в других селах. Юбки, если они одноцветные, украшали множеством лент и оборок. Богатство невесты определялось количеством дерюжек, сотканных из старых мастерчатых полос, а также наличием попонки, лаптей, полусака, шушпана, подушки. Одежды было мало. Чтобы выткать дерюжку, тряпочки собирались годами и ценились вещи очень дорого. С юных лет и до замужества девушки готовили приданное. Выглаживали одежду с помощью рубеля. Им прокатывали после стирки сухую холщовую ткань. Для этого предназначенную для разглаживания ткань плотно накатывали на цилиндрической форму деревянный каток, а сверху прокатывали по плоской поверхности рабочей частью рубеля, который при этом силой прижимали обеими руками за поверхности, за рукоять и противоположный конец. Позже появились угольные утюги. В них насыпали горящие угли. За счет них утюг нагревался. Так как в то время носили преимущественно льняную одежду, требующую высоких температур для глажения, утюги нагревались за счет углей сильно. Овец в селе было много, но валенки валять не умели. Валяльщики появились в селе в начале 20 века. Ходили в лаптях, да и то только в холодное время, и как стает снег. Шлепали по матушке земле босыми ногами. Босыми ходили и взрослые, и дети, и старики. Были одни и двое на село, сапоги у богатых. Их брали, чтобы отгулять на свадьбе молодоженом, сходить под венец, а владелец сапог за это гулял на свадьбе и плясал в лаптях. Когда гармошки еще не было, веселились поджалейки. В елец-лозовке широко применялось сопалывание, лечение грудных детей. Если ребенок не спит, плачет, бабушка-лекарка ставила диагноз. Крикосы! Его надо сопалывать. Несет она этого ребенка в курятник, где на нас есть и сидят куры, и начинает сопалывать, приговаривать. Куры рябые, кочета молодые, опиите, окричите ангельскую душку Ивана. Буйный ветер, разнесите его недух на синие моря, на желтые пески, и там не будет им места. Куры обираются, вши куриные сыплются. Принесет мать ребенка домой, а он кричит пуще прежнего. Но к утру вши погибали, и ребенок засыпал. Мать довольна, бабка помогла. Семейные отношения в селе отличались строгостью. Ей садились по команде старика-хозяина. Он скажет, берите. Все берут по одному куску. А за вторым дожидай следующей команды деда. Пьянства в селе не было. Трезвые мужики управляли всем хозяйством. Женщины воспитывали с детства к подчинению. И они полностью и чаще всего безропотно выполняли волю мужа, свекра, свекрови. Памятник павшим односельчанам Вилецкой Лозовки и Хлевинского района окружен можжевельником и березками, и аккуратен. Главное, он содержит имена 210 бойцов, павших за будущее Родины и своих близких односельчан. В настоящее время Елецко-Лозовское поселение полностью газифицировано. Имеет собственную водопроводную систему и развитую уличную дорожную сеть. На территории сельского поселения насчитывается 578 личных подсобных хозяйств. Средний размер земельного участка 40 соток. Успешным предприятием на территории сельского поселения является ЗАО «Зерос» ОСП Елец-Лозовское, которое специализируется на выращивании зерновых, технических культур, продукции животноводства. Елецкая Лозовка в Липецкой области также известна как грибная столица, так как в окрестных лесах растет множество разнообразных грибов. Поэтому многие жители села занимаются сбором и продажей грибов. Особую привлекательность для инвестирования в экономику села представляют плодородные черноземы, позволяющие получать высокий урожай сельскохозяйственных культур, а также пересекающую территорию Елец-Лозовского поселения автодорога межобластного значения, дающие огромные перспективы для развития сельского малого бизнеса, в том числе увеличение сети придорожных кафе, магазинов, пунктов сервисного обслуживания автомобилей и развития гостиничного бизнеса. Перспективными направлениями развития села и повышения качества жизни сельчан являются планы о возобновлении и продвижении Лозовской ярмарки областного значения с акцентом на реализацию местной продукции по уникальной рецептуре, реализации экологических продуктов питания домашними хозяйствами, а также сельский туризм. В селе создан культурно-образовательный центр, объединяющийся в среднюю школу, детский сад, библиотеку, сельский центр культуры и досуга. Основным направлением деятельности центра культуры и досуга является сохранение народных традиций и культур. В нем функционируют несколько тематических направлений народного творчества, в которых занимаются жители села всех возрастных категорий. Наибольшей популярностью пользуются театрализованные мероприятия и народные гуляния, новогодние и рождественские праздники, проводы зимы, концерты, посвященные праздничным дням календаря. Субтитры создавал DimaTorzok